В эфире РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Кафе и рестораны в Башкортостане рискуют попасть под проверку, если будут продавать больше алкоголя, чем днем. В ночное время соответствующую норму предложил вести региональный Минторг и уже разработал проект постановления. В нем прописаны индикаторы риска. Один из них, если предприятие общепита, фиксирует в системе ЕГАИС информацию о розничной продаже алкоголя с 11 вечера до 8 утра. В большем объеме, чем с 8 утра до 11 вечера предыдущего дня. Участники рынка восприняли предложение скептически, поскольку кафе, бары и рестораны, в отличие от магазинов, имеют право продавать алкоголь без каких-либо временных ограничений. Дополнительные препятствия на региональном уровне создавать не нужно. Необходимо повышать культуру выполнения тех ограничений, которые уже приняты федеральным центром. Если бы наши законы, которые уже на сегодняшний день существуют, или индикаторы, неважно, требования, ограничения, да и они действительно выполнялись бы на 100%, то проблема бы, понимаете, нелегальной торговли сверхсодержащей продукции, проблема бы в соблюдении временных ограничений, касаемых алкогольной продукции, ее продажи. Вообще-то этих всех проблем меньше считала бы в Российской Федерации. Давайте повышать исполнительскую культуру выполнения этих законов, а не создавать такие дополнительные ограничения, эти индикаторы. Сейчас проект постановления размещен для общественного обсуждения. Предложения в документ будут принимать до 8 июня. В Минторге изменения разработаны в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития страны. Со следующего года города и районы республики будут самостоятельно выбирать дни проведения Сабантуев. Это даст им большую свободу действий в организации праздничных мероприятий, отметили в госсобрании. Сейчас День народных гуляний устанавливается указом главы республики. Зачастую после его принятия от администрации поступают обращения об изменении даты из-за погодных условий или других причин. С 2024 года органы местного самоуправления смогут сами выбирать удобную дату и неукоснительно соблюдать антиалкогольные ограничения. В целом в республике выросла культура проведения праздника плуга, отметил Радий Хабиров. Мы же все помним в Сабантуе несколько лет назад. Вот я особенно помню, когда помоложе был, когда после Сабантуи всех пьяных по углам, по кустам собирали. Пили на Сабантуях очень много. Я вот вчера был в огромной Сабантуе, там тысяча людей. Я ни одного пьяного человека не видел. Вот это вот приобщение к культуре на самом деле, радости, ну какой-то спортивной, здорового досуга. Кроме того, график розничной продажи алкоголя в Башкортостане изменится в связи с переносом празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу того же месяца. Если прежде запрет на продажу алкоголя действовал как в дату праздника, так и проведение мероприятий, то теперь ограничения будут вводиться только в День народных гуляний. Башкортостан расположился на 26-м месте в стране по благосостоянию семей, улучшив свои позиции на два пункта. Исследования по итогам 2022 года провели аналитики Риарейтинг. Для сравнительной оценки специалисты использовали как индикатор потенциально возможный денежный остаток семьи со средним достатком и с двумя детьми после минимальных расходов на основе данных Росстата. Список возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ, у семьи остается около 118 тысяч рублей. Следом идут Москва и Сахалинская область со значениями 90 и 79 тысяч рублей соответственно. В Башкортостане у семьи с двумя детьми после минимальных трат на руках остается около 35 тысяч рублей. По Приволжскому федеральному округу это третье место после Татарстана и Пермского края. Последние строчки с минусовыми значениями занимают Ингушетия, Кабардино-Балкария. В этих регионах у семей не остается ни копейки. Как сообщили в Институте стратегических исследований, данные РИА-рейтинга во многом совпадают с показателями оси качества жизни населения. По нему Башкортостан занял 25-ю строчку. При этом важно учитывать не только уровень дохода населения, но и покупательскую способность, подчеркнули эксперты. Республика по этому показателю серьезно отстает от регионов-лидеров. Так, если в 2010 году на одну среднемесячную номинальную зарплату можно было приобрести 3,2 фиксированных наборов товаров и услуг. Только к 2022 году только 1,8. Для сравнения, в Ямало-Ненецком автономном округе показатели соответствуют 3,8 и 4,6 балла. Высокими темпами растут в республике и цены на первичную недвижимость. Если в городе Москва в период с 2010 по 2022 год цены на первичном рынке жилья в среднем ежегодно увеличивались на 8%, в Хантамансийском автономном округе на 5,1%, то в Республике Башкортостан этот рост составлял в среднем ежегодно 9,1%. Следствием невысокой покупательной способности доходов населения, а также высокой стоимости жизни в регионе, становится высокой закредитованность населения. В частности, по итогам первого квартала 2023 года Республика Башкортостан заняла 8 место по среднедушевому долгу физического лица. Эти факторы приводят к достаточно высокому уровню бедности, отметил эксперт. В 2022 году этот показатель в Республике составил 10%, в Москве и Татарстане – 5%. Между тем, динамика наблюдается положительно. Ежегодно уровень бедности в Башкортостане снижается. Так, в 2010 году величина равнялась 12%. Инвесторам предложили построить придорожный комплекс в Ильишевском районе. Свободный земельный участок площадью чуть более 1 гектара подобрали специалисты Корпорации развития Республики. Площадка расположена вдоль федеральной трассы М7. Интенсивность автомобильного трафика достигает 5000 машин в сутки. Кроме того, участок располагается в непосредственной близости к сетям инженерной инфраструктуры, электрогаза и водоснабжению. Ранее в правительстве Республики утвердили концепцию развития придорожного сервиса до 2024 года. Согласно документу, за 4 года на региональных и федеральных дорогах откроют тысячу новых объектов, столько же реконструируют под единый стиль. Также бизнес-омбудсмен Республики озвучила предложение снизить минимальный порог инвестиций в придорожные комплексы на дорогах регионального и местного значения до 5 миллионов рублей. Представители города Цицикар Китайской Народной Республики пригласили посетить праздничные мероприятия, посвященные 450-летию Уфы в следующем году. Города сотрудничают уже почти 10 лет и планируют расширять взаимодействие. Также намерения стороны озвучили в ходе встречи в рамках инвестсабантуя за Уралия 2023. Гости презентовали строительную корпорацию Юн Дзянь и международную компанию Хэй Лун по производству снаряжения для зимних видов спорта. В этих двух направлениях в ближайшее время ожидается наиболее тесное сотрудничество, отметил бизнес-шериф Уфы Дамир Галиулин. В году исполняется как 10 лет со дня подписания первого договора о сотрудничестве между Уфой и Цицикаром. Данный договор затрагивает практически все сферы деятельности наших городов. Это сотрудничество в торгово-экономической сфере, социальной и культурных сферах. Тесное взаимодействие идет по вопросам развития городов, развития общественных пространств. Всего за этот период было проведено порядка 10 официальных визитов и совместных мероприятий. По итогам 2022 года объем внешнеторгового оборота Башкортостана с Китаем превысил 1,2 млрд долларов. Рост к 2021 году составляет 10,5%. Экспорт товаров в КНР составил 870 млн долларов, импорт 360 млн. Согласно прогнозам аналитиков, в 2025 году внешняя торговля республик должна достигнуть 6,3 млрд долларов. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центральным банком на сегодня. Доллар растет, а евро дешевеет. Американец прибавил 8 копеек до 80 рублей 5 копеек. Евро потерял 1 копейку, курс 85,90. И лучшие обмены курса к этому часу – покупка доллара в Промтрансбанке за 79,20, продажа в Банке Финам за 81,50. Наиболее выгодное предложение по покупке и продаже евро в Банке Финам за 86 рублей и 87,70 соответственно. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова